Всем привет! Продолжаем играть в Fallout и я зачитываю полезную информацию из книги «Совершенный код» Стива МакКоннелла. Ну и сегодня продолжим. Главу девятую. Процесс программирования с псевдокодом. Ну а для начала я загружусь. И в прошлый раз я, ну кто помнит, у меня были сломаны конечности в игре и получается проблематично было в общем ходить, особенно воевать. И я решил побегать, так побегать и поискать где бы полечиться, ну и все такое. В результате бегал-бегал, нашел одно поселение, второе. В одном полечился я, этого не мог вылечить Вика. Зашел в Моддак, по-моему, или что, там короче эти гули. И Гарольд. Гарольда мы встречали в первом Fallout. То есть он оказался жил, живет там себе в одном городке. Так вот, во втором этом поселении тоже один вызвался полечить, но он сразу сказал, ну там в диалоге появилось, типа, полечить твоего этого, как его, блин, спутника. Ну и сразу он излечил Вика. Но лечение этих переломов, для лечения этих переломов нужны аптечки, либо докторская сумка, либо что-то такое. Ну как бы я этого всего не нашел, но нашел доктору. Ну и, пока я бегал в том городке, где гули эти живут, с этим потрендел что-то, и он вызвался со мной идти, помощник Гарольда Лэнни. То есть ему тоже теперь надо прикупить одежку. Ну и еще там, каких-то пару попутных квестов выполнил, пока я бегал, лечился. И сейчас, сейчас я нахожусь в город-убежище. То есть, а ну-ка, это карта, город-убежище. Меня туда не пускают. Говорят, нужен пропуск, пока пропуска не дают. Ну, я так понимаю, дадут, после того, как я какие-то квесты выполню. Ну, этот город, город-убежище, город северо-восточной части основного региона. Основан жителями убежища 8 с помощью ГЭК. После того, как в 2091 году они вышли из убежища, получив четкий приказ. В 2241 году в городе-убежище жило 103 гражданина. Ну и неизвестное количество неграждан. То есть сейчас я не в самом городе, меня туда пока не пускают. А вот это, типа, пригороды. Лидер города, первая гражданка Линнет. Однако, верховная власть принадлежит Совету. В город-убежище нет равноправия. Фактически разрешена работорговля и царит негативное отношение к гулям и прочим мутантам. Вход во внутренний городок ограничен. В дневное время по дневному пропуску, либо по документам гражданина в любое время. Вообще, в городе-убежище сложилась атмосфера ксенофобии. Путешественник, заплатив большую сумму денег, может жить в пригороде под охраной прочных стен и массивных турелей. Но ему будут недоступны некоторые магазины города, клиники и другие места только для граждан. Также граждане внутреннего города облагаются большими налогами, поэтому желающих жить там немного. Рождаемость в городе плановая. То есть дети рождаются только тогда, когда посчитают необходимым администрацией. Ну и что такое? Поэтому, поэтому сейчас, сейчас я тут, в этом городке, уже раз я уже здесь появился, еще там одно место открыло, то я побегаю и повыполняю всякие квесты. Так, всякие квесты. Что еще хотел сказать? Ладно, если что-то еще скажу, то скажу потом. А, по поводу вот этой детали, что у меня в дыре, по-моему, просил механик для ремонта машины. Так вот, в городке, где гули, я встретил механика, который говорит, что у него есть деталь, но для него нужен какой-то супер набор. Супер ремонтный набор. Я взял этот квест, я взял этот квестный набор, я отнесу ему, он мне даст деталь, я отнесу туда и будет у меня точило. Мне нужно это прочесть, что тебе нужно прочесть? Так, ладно, ну, тогда продолжим. Продолжим предыдущую тему. Программирование с псевдокодом. Итак, и так, и так, и так, и так, и так, и так. Кодирование метода. До этого обсуждался псевдокод, как, что, зачем, почему. Ну а сейчас кодирование метода. Спроектировав метод, приступайте к его конструированию. Конструирование можно производить в стандартном порядке, а при необходимости отступить от него. Итак, стандартный порядок такой. Начните с псевдокода. Напишите объявление метода. Дальше, напишите первый и последний операторы, а псевдокод превратите в комментарии верхнего уровня. Добавьте код после каждого комментария, проверьте код, исправьте неточности. Ну и повторять нужное число раз, вот эти вот пункты, которые я перечислил. Ну тут есть примеры этих псевдокодов. Возможно для этого я сделаю другие видео, в которых уже конкретно по этой книге. Будут рассматриваться примеры. Поэтому весь код этот я приводить не буду, а пойду дальше по тексту, там где нет кода. Итак, проверьте не нужна ли дальнейшая декомпозиция кода, ну после того, как вы его спроектировали. В некоторых случаях вы увидите, что код, соответствующий одной изначальной строке псевдокода, существенно разросся. В таких ситуациях следует предпринять одно из следующих действий. Преобразуйте код, соответствующий комментарию, в новый метод. Дайте методу имя и напишите код вызова этого метода. Если вы правильно применяли псевдокод, имя метода вы легко придумаете на основе псевдокода. Закончив работу с изначальным кодом, переходите вновь к созданным методам и применяйте процесс программирования с псевдокодом к ним. Применяйте псевдокод рекурсивно. Вместо того, чтобы писать несколько десятков строк кода для одной строки псевдокода, разбейте эту строку псевдокода на несколько предложений. И для каждой из них напишите код. Так, тут что-то... Что-то, какой-то плух ему надо. А я его где-то видел, кстати, этот плух. А где же я его видел? Так, ладно. Ему, говорит, плух надо. Есть лавочка. О, она говорит, где-то рядом тут продается. У Гарри. Это клиника, это бар. Где еще? А вот же какой-то... Нет, кол. Так, ну, это доктор. У него вряд ли плух продается. Это какой-то... Вгашенный лежит. Ну, напился и... Ну, интересно, у него делали какие-то... Рейд, и что потом... Чего ты не уезжаешь? Меня тошнит от этого места. Но я еще не выжил из дома, чтобы идти туда в одиночку. Фех, серьезно? Конечно, пойди, губы. Отлично. Я выпал. Короче, я так понял, сейчас третьего напарника взял. Вот это да. У меня их уже трое. Блин, мне это каждого надо одеть. Накормить. Напоить. А где этот майзиншин? А, вот это, наверное, хэппи Гаррис. Ой, сейчас. Не-не-не, стой-стой-стой. Стой-стой-стой. Это кто? А, да, с этим я потрендил по поводу фляги Вика. Он мне рассказал об этой фляге Вика. И... И, и, и... И я получил там опыта. То ли 300, то ли 500, то ли 200. А, потом с Виком о чем-то тоже поговорил. И тоже дали какой-то опыт. Ну, вот же плуг валяется. Я его взять не могу. По идее, этот чувак и продает. Пуг, пуг, пуг. Так нету тут плуга. Тут лопата только есть. Блин. О, вы еще продаете тут плуг, который лежит? Да. 800. Он ваш. И че? Где мой опыт? Где мои ништяки? Для следующего уровня где-то 6000 опыта еще. А ну-ка. Блин, 250 очков опыта только. И все? Так, ладно. Че у этого с оружием? Иди сюда. Куда ты пошел? Торговать. Че? О! У него обрез есть. А патрона, я так понимаю, нету, да? Десерт Игл. Давайте-ка, дам я ему еще вот это. Я себе вот этот вот обрез взял. Не, давайте я ему еще патронов подкину. Вот так. Ну, эти спутники хороши разрешу для того, чтобы как вьючные животные. Для того, чтобы они тягали всякие шмотки. Но плохо, когда их конечную же убивают. Так, ладно. Давайте еще гляну и продолжим дальше. Че тут есть? Так, это город убежище. Решить проблему лекарстанции в Гекку. В Гекку. Ну, ладно. Пойдем на улицу, пойдем. Блин, даже не знаю, че тут. Может тут еще какие-то квесты. Так, ладно. Идем дальше. Проверка кода. Ну, после того, как вы все это спроектировали. Следующий этап, это третий шаг после проектирования. Это проверка кода. И реализации метода. Все ошибки, которые вы пропустите на этом этапе, вы сможете обнаружить лишь при позднейшем тестировании. Что обойдется вам дороже. Ошибка может не проявиться до окончательного кодирования. По нескольким причинам. Так, сейчас, подождите, тут плохо идут. Что несет? Подожди здесь, пока я вернусь. Сейчас я их оставлю здесь, потому что... Ну ладно, я тут подожду пока у тебя. Потому что этот может мне отказать. Кстати, вот тут был штрих один. Он мне за деньги продал какое-то... Этот, как его... Удостоверение гражданина. Я потом рассказал вот этому, главному об этом. Он его выгнал. Но меня так и не пропустил. Так. Опять вы? Да, хочу. Какие именно грузы вы получаете? Например. А какие проблемы с Гекко? Блин, а получается что, он никак меня не пропустит? Так, а где... Так, а он ничего не выписывает. Да, они хотят, короче. Они со мной разговаривают. Ладно. Пошли. Так, ладно. Ошибка может не проявиться до окончательного кодирования по нескольким причинам. Ошибка в псевдокоде может стать заметнее при детальной реализации. Конструкция, выглядящая элегантно в псевдокоде, на языке программирования может стать топорной. Проработка детальной реализации может выявить ошибку архитектуры. Проекта или требований. Наконец, код может содержать самые банальные ошибки программирования. Никто не совершенен. По всем этим причинам пересмотрите код, прежде чем двигаться дальше. Умозрительно проверьте ошибки в методе. Первая формальная проверка метода умозрительная. Мысленно выполните все ветви метода. Сделать это непросто. Что является одной из причин писать короткие методы. Проверьте все возможные ветви и исключительные условия. Проделайте это сами и с коллегами. Одно из основных различий между любителями и профессиональными программистами это различия, появляющиеся при переходе от суеверия к пониманию. Под суеверием понимается не иллюзия, что программа выдает больше ошибок в полнолунии, а замену прочувствования программы ее пониманием. Если вы часто обнаруживаете, что подозреваете компилятор или аппаратные средства в ошибке, вы в плену суеверий. Давнешние исследования показали, что только 5% всех ошибок связано с аппаратурой, компиляторами или операционными системами. Сейчас этот процент видимо еще меньше. Программист, достигший сферы понимания, обращает внимание прежде всего на свое творение, являющееся потенциальным источником 95% ошибок. Нужно знать роль каждой строки своей программы. Ничто не может назваться верным только потому, что выглядит работоспособным. Если вы не знаете, почему это работает, вероятно, оно и не работает на самом деле. Итог. Работающий метод это еще не все. Если вы не знаете, как он работает, изучайте его, обсуждайте его, экспериментируйте с альтернативными вариантами, пока не добьетесь понимания. Компиляция метода. Проверив метод, скомпилируйте его. Может показаться неэффективным, так долго откладывать компиляцию. Вероятно, вы уменьшите себе работу, скомпилировав метод ранее, и позволив компилятору проверить необъявленные переменные, обнаружить конфликт имен и т.д. Между тем, отложив трансляцию на более поздный срок, вы получите ряд преимуществ. Основная причина в том, что когда вы компилируете новый код, у вас начинают тихать внутренние часики. После первой трансляции появляется мысль. Еще всего одна компиляция, и дело сделано. Этот синдром еще всего одной компиляции подвигает вас к скоропелым, чреватым ошибками, изменениям. Которые в долгосрочном плане увеличивают общее время работы. Не спешите и не компилируйте программу, пока она не верна. Или точнее, пока она не верна. Вот несколько советов по эффективной компиляции. Установите наивысший уровень предупреждений компилятора. Вы можете отловить изрядное число ошибок, лишь позволив компилятору их обнаруживать. Применяйте проверяющие средства. Встроенные проверяющие средства компилятора могут быть дополнены внешними, такими как линд для C. Даже некомпилируемый код, скажем HTML и JavaScript, можно проверить соответствующими утилитами. Выясните причину всех сообщений об ошибках и предупреждении. Подумайте, что сообщение говорит о вашем коде. Многие предупреждения зачастую указывают на низкое качество кода. И вам следует попытаться понять смысл каждого предупреждения. На практике предупреждения, которые вы видите раз за разом, вызывают одну из двух реакций. Вы или не обращаете на них внимания, и они скрывают от вашего взгляда более важные предупреждения, или они попросту вас раздражают. Как правило, проще и безболезненнее переписать код, решив проблему, вызывающую предупреждение, и таким образом избавиться от них. Так, вот этот Гарольд. Есть тут у тебя... Генератор Эдемских Кусь, Четинато, Малявка. Четинато, Малявка. Четинато, Малявка, завидно, да? Так. Ну, что-то он особо мне ничего... Ничего не рассказывает. Много курит. Походу. Короче, им какая-то ерунда нужна. Но, я так понимаю, у них это не найдешь, где-то у кого-то это надо поискать. Ладно, ладно. Шкафчик я, по-моему, тут уже чистил. Вот этот, наверное, еще не чистил. О, книжка. Кстати, тут с книжками напряг. Я за все время, пока это... Ну, за все время игры в Fallout 2, это, по-моему, вторая книга. Или третья. То есть, что-то в первом Fallout 2 книжек поболее было. А тут... А тут, короче, проблемка. О, желтый пропуск. А что это за желтый пропуск? Ух ты! Какая-то фу... Блин. Планшет. Получение деталей желтого. Может, это пропуск в город? Было бы круто. Так, колодец. Здесь сделал глоток воды, и она теплая. Кстати, это странно. Колодца обычно холодная. Знаю... О, а это что? Это электростанция, походу. Так. Ну, тогда тут сейчас побегаем. И сходим, наверное, в электростанцию. Зайдем. Может, там что-то... Ну, я так понял, им надо отремонтировать что-то. А что-то это как раз... А, это пропуск, наверное, куда-то сюда. Ух ты, блин, атомные электростанции. Так, приветствую. Я ищу кое-что. Ты не мог бы указать мне направление? Или в активную зону. Я сам, короче, найду. О, так тут есть, есть, есть... Где полазить, с кем поговорить. Поэтому я это и буду делать. И продолжу зачитывать книгу. Так, что у нас дальше? Пройдите по коду отладчиком. Скомпилировав метод. Запустите его в отладчике. Убедитесь, что каждая строка выполняется так, как вы ожидаете. Следуя этому совету, вы сможете найти много ошибок. Протестируйте код. Используя тестовые примеры, которые вы запланировали или уже создали при разработке метода. Возможно, вы создали леса для поддержки тестирования. То есть, код, поддерживающий методы при тестировании и не включаемый в конечный продукт. Леса могут предоставить собой методы. Тестовые сбруи, которые вызывают ваш метод с тестовыми данными. Или заглушки, вызываемые вашим методом. Хмээээ, он всегда пытается... Так, какой? Мне просто надо отнести в этот дисплей, чтобы починить. О-о-о! Это я форму взял у Гарольда. Мне нужна губозакатывальная машинка. Эй, не понял. Эм... Ну, форма вот же есть. Или подожди, упс. У Гарольда. Так я же... Я же взял эту форму. Где она? Вот она. Форма заявки на получение детали. Вот. Что-то он тупит. А, или, наверное, если форма есть, я сейчас могу пройти на этот склад. Только мне не губовая закатывательная машинка нужна. Блин. Какая-то ерунда. Может, это бах? Хотя, дверь открылась. Можно пошариться. Хотя, тут что-то пусто. Так, ладно. Удалите ошибки из метода. Обнаруженные ошибки нужно удалить. Если к этому моменту ваш метод работает нестабильно, велика вероятность, что он такими и останется. Обнаружив непонятное поведение метода, начните все заново. Не пытайтесь доводить его до ума. Перепишите его. Изощренные переделки обычно говорят о неполном понимании и гарантируют возникновение ошибок, как сейчас, так и в будущем. Полное перепроектирование нестабильного метода полностью оправдано. Мало что сравнится по эффективности с переписыванием проблемного метода. Вы позабудете о бывших ошибках. Ну, кстати, да, это так. Такое бывало, когда ты начинаешь свою функцию, метод пилить, пилить, доводить до того работающего варианта. Да, но в результате у тебя получается все хуже, хуже и хуже. И ты понимаешь, что, ну, может быть, все стереть и переписать. Ну, но лень делает свое. Тебе кажется, что если ты все сейчас содрешь, то ты не напишешь заново. И в результате ты убиваешь, можно день-два убить на это все, на попытке допилить свою функцию до работающего состояния, ну, до стабильного, но она так и не допиливается. В результате ты понимаешь, что надо переписывать, ты опять откладываешь. Короче, потом ты все-таки доходишь до того, что ты все удаляешь, переписываешь. Переписываешь, и вот это переписывание занимает там, ну, час, может быть. И все работает. То есть, когда у тебя перед глазами нет уже этого ошибочного кода, на который ты постоянно смотрел и пытался его подпилить, то получается все гораздо лучше. Поэтому лучше я тут полностью... Ну, я много с чем, конечно, тут согласен в этой книге, но это то, что просто здорово экономит время и уменьшает ошибки. Так, что-то я тут ничего не могу найти. И эта форма что-то... Ух ты, синий пропуск. Вы столько не поднимите. Как это? Где мои рабы? О, Вик, иди сюда. Так, торговать... Та, что я не попаду? Картишки... Эту, эту тоже сюда. Макарончики. А, вот это дадим. Так, шкуры. Это мне все не надо. Пивасик. Фляга. Две веревки тоже можно отдать. Че еще? Наверное, все. Так, обмен. Так, и взять этот пропуск. Опа. Опа, а где он? Или он тут был? Да, тут. Так, теперь идем-ка сюда. Что у нас тут? Тут, 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 тут. А, книженцию давайте прочитаем. Это у нас наука. Так, так, так. Есть. Сохранили. Ну, идем дальше. Че у нас тут дальше? Ошибки удалили. Хорошо. Дальше. Наведение глянца. Проверьте код. Проверив код, оценив его с учетом общих критериев, описанных, ну, или перечисленных до этого. То есть, оцените, да, короче, все эти критерии, которые были перечислены в этой и предыдущих главах. Дальше. Чтобы гарантировать соответствие качества метода высоким стандартам, сделайте следующее. Проверьте интерфейс метода. Убедитесь, что применяются все входные и выходные данные и используются все параметры. Проверьте общие качества конструкции. Так, секундочку. Это ничего не даст. Вы отпираете дверь. Хорошо. Так, убедитесь, что метод выполняет единственную задачу и делает это хорошо, имея в виду его слабое сопряжение с другими методами. И проектирование в соответствии с методикой защитного программирования. Проверьте переменные метода, корректность их именования, неиспользуемые объекты, необъявленные переменные, неверно инициализированные данные объекты, данные объекты и так далее и тому подобное. Проверьте логику метода. Проанализируйте наличие ошибок, занижения и завышения на 1, некорректной вложенности и утечки ресурсов. Проверьте форматирование метода, выражение и списка параметров. Проверьте документирование метода. Убедитесь в корректности псевдокода, переведенного в комментарии. Проверьте описание алгоритма, документирование интерфейса, неочевидных зависимостей и нестандартных подходов. Удалите лишние комментарии. Иногда комментарии, полученные из псевдокода, являются избыточными, особенно когда процесс программирования с псевдокодом применяется рекурсивно и комментарии лишь описывают вызов метода, назначение которого и так понятно из его имени. Так, я тут нажал на паузу случайно и подошел к этому. Ну, короче, тут проходил и вот начал с этим говорить. Я говорю, что у вас походу, ребятки, реактор не очень хорошо работает. Вот. Говорю, что в воды подземные радиации попадают и все такое. Короче, и вот тут у нас такой диалог. Невозможно, никто просто не ищут. Ты очень убеден, но они тоже. Ну, когда датат, они всего лишь куча дилентантам. С другой стороны, и все. Воу, воу, у вас проблемы. Так. Так, может, бартер будет у него? Нет. Впечатляет. Управлял бы и городом. Разве тогда не придется протянуть через многие мили? У нас огромные батареи. Ооо. Да, он тут не на шутку разошелся. Он многогранный зомбак. Вот так, да. Многогранный зомби. Всего лишь обычный кусок мяса. Так, ладно. Альтернативы. Альтернативы процесса программирования с псевдокодом. Для Стива МакКоннелла программирование с псевдокодом идеальная методика создания классовым методом. Другие специалисты рекомендуют иные подходы. Так, сейчас я тут открою дверьку. Ну, вы можете их применять как альтернативу или дополнение к этому программированию с псевдокодом. Так, разработка с изначальными текстами. Это популярный стиль разработки, при котором тестовые задания пишутся до самого кода. Есть хорошая книга Кента Бекка на тему Test Driven Development by Example. Ну, с примером. Дальше. Следующая альтернатива. Рефакторинг. Рефакторинг – это подход к разработке с усовершенствованием кода посредством последовательности семантически корректных преобразований. Программисты пользуются шаблонами плохого кода или запахами для выявления разделов кода, подлежащих усовершенствованию. Этот подход подробно описан в главе 24, ну, в этой книге, то есть до нее еще не скоро, а также в книге Мартина Фаулера рефакторинг – это рефакторинг, improving the design of existing code. Следующая альтернатива. Проектирование по контракту. Этот подход предполагает, что каждый метод имеет пред- и постусловия. Лучший источник информации на эту тему – книга Бертона Мейера Object-Oriented Software Construction. Следующая альтернатива – это бессистемное программирование. Некоторые программисты лепят программу как попало, а не используют тот или иной систематический подход. Например, программирование с псевдокодом. Ну, например, программирование с псевдокодом. Если вы не понимаете, что делать дальше, это признак того, что надо переходить на программирование с псевдокодом. Не было ли у вас такого, что вы забывали написать часть класса или метода? Вряд ли такое могло случиться при применении псевдокода. Если вы глядите на экран и не знаете, с чего начать, пора начать писать псевдокод, который сделает вашу программистскую долю проще. Ну, и у нас глава заканчивается. Здесь остается контрольный список вопросов по псевдокоду, ну и ключевые моменты. Сейчас я с этим перетру. Вот. Так, ну, видимо, я и положал, и отключу-ка охлаждение. Короче, да, сейчас он отключит эту систему охлаждения, и все как бахнет. Ух ты. Так, введите рабочий код доступа. Ух ты, блин, какой неверный. Упс. Первый рабочий код доступа принят. Блин, это надо на бумажке. На бумажке. Осталась одна попытка. Ладно. Пока не будем выделываться. Я так понимаю, надо его починить. Сейчас я сбегаю к Гарольду. Сбегаю к Гарольду. Так. Надо сбегать к Гарольду. Гарольду. И что-то ему там сказать уже, да? Так, давай-ка иди сюда. Так. Надо, надо, надо. Где тут Гарольд? Давайте до утра переночуем. Ой, до полудня. Ладно. Сохранюсь. Сбегаю к Гарольду. Так, но нам надо деталь. Ладно, сейчас еще раз перетру с Гарольдом. Походу, 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 надо сбегать еще раз в город-убежище. Попробовать все-таки как-то зайти. Да, но мне надо как-то зайти. Блин, это такая проблемка, конечно. Как мне сюда зайти? Так, этого по-любому. Надо вот здесь оставить. И надо как-то получить этот долбанный пропуск. Так. Блин, а мне, походу, вообще сюда не пустят, да? А эту деталь, я так понимаю, можно было получить только... Только в этом городе. А они меня не пускают. И уже и разговаривать не хотят. Короче, что-то я тут напорол. Тварь из Мишамира, ничего себе он разговаривает. Так, ладно, давайте я закончу уже все-таки эту главу. И потом продолжим. Так, контрольный список вопросов. Проверили ли вы, что удовлетворяются предварительные условия? Определена ли проблема, которую решает класс? Достаточно ли понятна высокоуровневая конструкция, чтобы дать классам и методам адекватные имена? Продумали ли вы тестирование класса и каждого из его методов? Рассматривали ли вы эффективность позиции стабильных интерфейсов? И понятной реализации или с позиции соответствия ресурсам и бюджету? Проанализировали ли вы стандартные и другие библиотеки? На предмет наличия подходящих методов и компонентов. Просмотрели ли вы литературу в поисках полезных алгоритмов? Проектировали ли вы каждый метод с использованием подробного псевдокода? Проверили ли вы псевдокод умозрительно? Легко ли его понять? Уделили ли вы внимание предупреждениям, которые указывают на необходимость перепроектирования, использования глобальных данных, операций, которые лучше перенести в другой метод и т.д. Точно ли вы перевели псевдокод в код? Рекурсивно ли вы применяли процесс программирования с псевдокодом, разбивая методы на более мелкие при необходимости? Документировали ли вы принимаемые допущения? Убрали ли вы избыточный комментарий? Проделали ли вы несколько итераций или остановились после первой? Вполне ли вы понимаете свой код? Легко ли в нем разобраться? И ключевые моменты. Конструирование классов и методов – процесс итеративный. Особенности, замечаемые при конструировании отдельных методов, заставляют возвращаться к проектированию класса. Написание хорошего псевдокода предполагает употребление понятного естественного языка без специфических особенностей конкретного языка программирования, а также формулировок на уровне намерений. Процесс программирования с псевдокодом – это полезный инструмент детального проектирования, упрощающий кодирование. Псевдокод транслируется непосредственно в комментарии, гарантируя их адекватность и полезность. Не останавливайтесь на первой придуманной вами конструкции. Испробуйте несколько подходов и выберите лучший, прежде чем писать код. Проверяйте свою работу на каждом шаге. И попросите об этом других. При этом вы отловите ошибки на наименее дорогостоящем уровне, когда вы вложили в работу меньше усилий. Ну, на этом глава 9, а именно процесс программирования с псевдокодом, с псевдокодом закончилась. Ну и дальше у нас следующая глава будет переменные. Переменные. И там будут общие принципы использования переменных, сила имен переменных, основные типы данных и нестандартные типы данных. Но это в следующий раз. А сегодня я уже ничего засчитывать не буду. Я немного побегаю. Поэтому, если кто хочет, оставайтесь с нами. Ну, с нами, со мной. Вот, я сейчас попробую. Там вроде бы еще какой-то убежище. Ну, не убежище, а... Короче, поселение какое-то было. Сейчас эти добьют собак. Я 250 точек очков опыта получил. Нормально. Но вот с гражданством как-то бы, блин, решить эту проблему. Как ее решить? Потому что без гражданства это сложно. С электростанцией. Там электростанция, ну, блин. Эта деталь для... Для электростанции, она вроде бы в городе убежище. Регулятор. А регулятор, ну, да, можно только получить там... В этом городе. Ну, короче, а в город меня не пускают. И что делай? Какая-то дурастика. Зайти не могу. Надо, короче, наверное, побегать и прокачать еще. Может быть, разговоры прокачать. Может, еще что-то. Да. Да. ладно ладно сейчас бегаем сейчас сюда пойду сейчас я наверно еще раз бегаю на эту электростанцию так собаки нафиг ай блин все-таки увязали со мной ну ладно давайте перри постреляем нормально толпа такая четыре человека уже каждого если вооружить о неплохо можно валить всяких негодяй главное конечно конечно же друг друга не попадать тут бывает века особенно иногда на тупит ну давайте загрозите его охренеть получил критический урон это было неожиданно давай дружище вставай да неприятно просто когда этих валят твоих спутников собаки такие крепкие этот зомба красавчик валит их как ни в чем не бывало я с дробовика убить не мало а тот со своей пухолки нас ноги красавчик ну собака щас станет нас ему что-то перехвалил его или это может такой главарь собак собак главарь да за такие загрызть могут легко смотрите сколько сколько с ними бились бились еле еле победили так наверное я еще сбегаю красноречие 73 как бы мне от это же красноречие что-то я так смотрю особо не помогает в город зайти тоже не могу там договориться но в этот город убежище так чё тут нету никаких поселений давайте в угол еще схожу уже на крайняк да блин так надо валить отсюда потому что это не дело давай уходи потому что это играть можно долго это я скорее всего сам побегали без записи по этой пустоши но чушь может быть чтобы добрать о это самый край карты да да вот что какое-то поселение ща глянем кто там чё там ооо блин вот эти строения мне сразу напоминают таких сектантов ладно кто это даже не хочу играть в этой локации эти сектанты в этих своих ооо а тут еще что то есть вон смотрите так давайте это да а вот может тут что то прикупить можно погнали ка сюда какой то стоит плохо видно хорошая погода мир вам мир вам ничего нету ооо где этот был в робе ладно так кто это такой охранник а это сюда я зайти не могу что это все такое добро право аббатство вот это аббатство какое-то там должен быть еще какой-то аббат это чем карта дальше нет это выход заходим еще раз вход наверно пойду и отсюда с этими наркоманами дело иметь не хочется хотя смотрите хотя вон тут еще какие-то здания есть давайте-ка я дождусь утра вот так по-любому тут квасты какие-то должны быть так так кстати что это за аббатство так аббатство это локация которая должна была располагаться к северу от гекка обитатели аббатства занимались сохранением технологических знаний в виде книг о значит тут надо все обшарить походу у них много книг даже чертежей и деталей любопытно что сами обитатели монастыря не умели применять имеющуюся у них информацию и просто занимались собирательством знаний в отличии от братства стали это открытая организация свободно допускающая к своим хранилищам любого кто соблюдает их правила значит значит тут надо основательно пошариться ну первым делом зайдем в эти колодец возможно туда можно спуститься так привет привет я в поисках понятное дело несколько вопросов тра-та-та все больше нет никаких диалогов ладно это кто это кто хорошо молчат так это чё за туалет так тут вроде ничего нету колодец колодец ну хорошо так а что тут что а вон стол какой-то шкафчик заберем 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 это тоже заберем зачем оно им надо так ладно какие-то какие-то могилы можно было бы конечно покопаться но не будем так ик по ходу пьяный так нет я не знаю но я хотел бы любопытно так вы местный хранитель так чем я могу вам помочь конечно что тебе нужно кто-то выкапать могилу ах он гнида это и и и и а ну-ка сбегая сюда кто-то выкапывает могилы может быть опять ночь ночи дождаться о так короче там что-то было 5 шорох 5 опять так чё правильно вы грабите я встречал много психозы но вы дадите им в точку форр и я постараюсь поймать этого человека окей давайте до полуночи а теперь идем сюда вроде никого не вижу вроде никого нету ну реально нет никого может надо подождать минуту две у них такая похоронная музыка играет у этого аббатства так ну реально никого нету чё я тут ловлю давать еще бегу а вот какой-то идет по ходу это вон ну стой там ты на кладбище по уши заляв сейчас далеко за полночь и мы забудем это короче я типа говорю что я поговорю чтобы этот фермер дал ему работу хорошо и 1000 очков опыта заработал круто сейчас я сбегаю к фермеру и получил 5 дни из кармы нормалек значит уже отношение ко мне будет получше так ладно тогда сохранимся что у меня там с уровнем ну еще 3000 так где этот алкаш вот я решил проблему все что ничего не дал ладно надо побежать туда пошариться у них по сундукам так как они накапливают знания значит о у нее сначала сюда значит у нее где-то книжечки должны быть о книжечки это полезная штука вот сразу же учебник первой помощи чё не не могу ладно а понятно откуда у вас это медицинское оборудование а это типа доктор доктора ладно хорошо сейчас посмотрим чё тут но тут двери не закрывают ухты лестница я нашел лестницу вниз нифига себе а это что-то интересное как иди сюда дружище торговать сейчас ему это все скину 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 это все пивасик что там еще да она данной а в этом короче забыл как называться но есть место где я потом сбегаю и продам весь этот хлам у него там у этого торговца было порядка четырех тысяч крышек так хочу нельзя открыть открыли то нормально так тут чё чё это такое грибы ладно это кто никто по ходу них а уговорить о зажигалочку это просит хорошо надо запомнить так самогон вон книжка валяется уже вижу руководство по эксплуатации круто что еще до молча ходи что еще что еще много всего вон мне надо тебе скинуть что они да ладно пусть будет патрончики ну наверно эти патрончики тоже скину да только есть вероятность того что он что он будет использовать им кто оружие зажигалка блин а где тоже была у меня или в первой части фоллаута или здесь так взял книжку чё за книжка о о о о не понял чё можно прочитать не нельзя прочитать значит она кому-то по квесту нужно круто так как мне сюда пробраться вон еще книжка кстати валяется армейско-техническое руководство а как мне туда пробраться о посуды елки-палки интересная локация интересная локация это чё дверь куда дверь а сюда а ну-ка давай-ка тут крысы вон давай-ка с ними разберемся о о открыть дверь есть так ладно наверное надо уже заканчивать сейчас пройдемся сюда узнаем чё тут ну тут много чего на самом деле интересная локация то есть на первый взгляд я даже не хотел сюда заходить увидел вот это всё ну о чём я говорил в начале да оказывается здесь можно я думаю и уровень взять если не два ну на всяких квестах плюс книжек размутить вон какую-то книжку да что ж виг этот тормоз опять меня попал да какой он крепкий вон ещё крысовик так перезавязываем и подлечимся патронов патронов 158 вроде много а вроде и мало да сохраним и куда ведёт это лестница ух ты вот куда она ведёт а я бы и не увидел кстати видите как зашифрован этот спуск но я вылез за потому что вот здесь какой-то проход а блин ещё какая-то крыса ну держи опа тут дальше пещеры нормально тогда ребятки я наверно на вот это всё пройду сам ну думаю на этом решили короче тогда всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и всё такое всем до новых встреч